всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами титан и хронос здравствуйте да и мы решили такое но более информационную чем развлекательную а может и развлекательную серию записать может быть одну может быть две потому что ребята мне спрашивают где инфинити вакс инфинити вакс там вот я хотел ее снимать когда уже приду компанию да и чтобы создать свою колоду и уже сыну с живыми так скажем людьми играть да но поскольку компания как оказалось довольно ну как мы скажем масштабное что ли ну то есть много там нужно пройти можно конечно и за один день но просто у меня не столько много времени как оказалось я вообще хотел на этой неделе пройти и думаю субботу вот или воскресенье записать уже игру с живыми людьми но не получается мне так быстро прийти компанию поэтому я одну две серийки мы с хроносом запишем такие информативные чтобы вы просто знали что я игру эту не забросил и так далее и чтобы и вам было что посмотреть а может быть и послушать какую-то информацию потому что я-то вообще только-только разбираюсь хронос он достаточно давно играет и в английскую потому что русская недавно же все это вышло локализация и давайте начнем мы просто снимут как бы дуэль такая но она не столько упор нас на саму дуэль будет да сколько информация да какие-то вопросы я позадаю и вот это просто на фоне сейчас я собираюсь очень сделать я конечно проиграю но понятно вот хотя у тебя вот очень хорошая собранная колоду все-таки на недельная да и тут дело в том что но я не знаю потом покажу я бы свои колоды поиграем у меня просто не мало как ты там ну а скольки я забыл от 40 до 40 до 40 до 40 до 100 карт можно но у меня просто столько как нет поэтому мне приходится играть не своими вот но когда а если я вот компании вообще все пройду у меня вроде бы если учесть еще то что за каждый уровень тебе дается бустер на 15 карт он примерно там вроде считали около 700 карт эти будет после его мою жить какой если еще учесть то что за каждую компанию компания идет по фракциям когда ты проходит компанию за каждую из фракции дают на стартовый набор на эту фракцию то есть размахнуться будет чем то есть примеру вот я сейчас играю колоды эту колоду я собрал сразу после того как прошел компанию то есть всяких там супер пупер крутых карточек я примерно накидал так тын 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 и вроде бы мне удается играть прикольно вот как раз таки сейчас так все за почитать чего так свой персонаж вайка лода настроена на такой rush агрессивный еще избавление противников да ну и хорошо тогда как раз таки я задам вопрос чем допустим выгодно ну то есть плюс и минус именно инфинити вакс так вот и если ее сравнивать с тем же хардстоу нам да чем ее выгодно отличает то есть ну грубо говоря людям нравится хардстоун да они вот играют и вот что-то и непосредственно скажу что до хардстоун он такой вот какой-то ну не то что плохой хороший просто и сигара да такая вот давайте ка вы инфинити вакс поиграйте она вот лучше там тем-то тем-то вот ну примерно сейчас вот я вот просто обалдел от количества карт которые то есть это понимаю вообще сколько примерно там разновидность просто в хардстоун их в общем-то посчитать можно как я уже понимаю их намного меньше чем в инфинити вакс вот и собственно какие такие на твой взгляд основные вообще вообще-таки плюсы плюсы там вот в инфинити вакс на твой на твой взгляд я начну самого такого важного минуса который может кого-то отвлечь а может кого-то наоборот сделать ну показателем того что неплохая игра ну потерпите первый огромный и единственный по моему минус это то что очень много багов их конечно фиксят их переделывают обещают новый выход на следующее обновление должно быть огромным бага фиксом но багов много а вот плюсов очень много по игре по самой потому что баги то понятно что игра разрабатывается собственно ну да в хардстоуне то сейчас почти что их нету конечно ну вот но мы как бы это не рассматриваем потому что это понятно что так а именно вот по самой именно этап не знаю и горой механики там первое самое интересное то что тут куча всяких возможностей реализации и так далее то есть тут взяли всего понемножку из многих популярных карточных игр возможность играть вот кладбище есть понятие атака защита и самое интересное то что ходы происходит одновременно с противником то есть и приходится продумывать читать что думает противник как он поступит в данный момент вот я сейчас могу подумать то что ты я бы на твоем месте поступил вот сейчас за неподдержки находится герой 77 я думаю то что раз у тебя расшивая колоды ты должен сейчас выложить в атаку и еще мужика из команд зоны 10-10 выложить чтобы этот мужик бромяч он дает всем в атаке плюс 2 к урону и я щас должен думать к что же мне делать пропускать тебе или нет то есть тут очень приходится достаточно много интересно продумывать отца угадать что делает противник ну а как ты же потом все-таки увидишь и это получается ты же видишь что я делаю так ну как скажем я вижу только когда ты заканчиваешь ход а то есть я понял мне приходится думать так но но что он в отличие от хардстоуна и если честно я такой не то что не ярый ненавистик на не любитель хардстоуна по моему слишком казуален ну да можно я не знаю там скачать на планшеты когда тебе реально делать нечего ты у тебя мозг как мочалка после работы после учебы ты пришел вообще не знаешь что делать ну так скажем это две игры похожи в том что просто это коллекционно-карточные игры да в компьютерном исполнении и собственно все то есть чем они одинаково да как я понимаю во первых хардстоун во много раз легче ну да во вторых это заметно даже по полям поле боя то есть если ты завершил хардстоун что-то там выходит какие-то кругляшки да а тут зона поддержки же за на нападение что-то подписано какие-то кладбищевой во первых во вторых очень интересно реализовано кстати в отличие от хардсона возможность меняться карточками то есть если фарсоне ты собрал коллекцию но ты собрал коллекцию молодец но играй дальше в антоните wars ты можешь меняться если тени нравится какая-то определенная карточка ты можешь обняться с кем-нибудь чтобы получить и кстати не забывай заканчивать ход если ты не нет я просто думал читаю окей тут ты можешь обменяться и не знаю выменить какую-то нужную тебе карточку даже в отличие ки плюсы инфинити wars в отличие от других карточных игр но больше наверно тут так тактики больше чем самих как-то но как скажем точек как стоуни же просто два поля собственно все а тут ну тут очень много полей каких то есть защита да я видел видео либо видел как играют против меня игроки они такие штуки вытворяли это жесть то есть там не знаю более моменты когда ты вроде бы выигрываешь ты все-то побеждаешь противника мало хп у меня куча хп но он вытворяет такую комбинацию то что я не могу атаковать а он атакует ну чуваком который за каждую использованную и магию получает плюс 8 крону еще увеличивает этот весь урон в два раза больше и доносит мне под 60 хп главки ну вот что еще я вижу тут я не знаю что это плюс или минус что победить можно не только здоровье противнику на ноль допустить что еще на ноль можно пустить боевой дух это вот в англоязычной версии это называется мораль ну да вот синенькая в общем-то полосочка ваш субъект не участвует в пати поэтому он был исключен вот то есть как бы если долго не ходит вот такой прикол а это пробная версия масса не нам и просто да нет не страшно ровно отвечать на вопросы и так далее у меня даже опыта дали типа я выиграл уже так качаться сейчас я прокачаюсь быстро еще ежедневно награду тут все что дают тут пусть и как сказать разработчики очень прям так душевно относятся к игрокам то есть ты зашел в игру держи карточку загрузили еще костюме твой не бустик дали его если газ показываю но зрителям моим так бустик так а но это вот это как ты искать стола на сюда его ложишь так об а так и я должен сколько 1 2 3 4 5 а это мне все дали это все тебе дали ой открывать могу а есть синенькие подсвечены это значит это рарно вере ковидки ой но это это я как-то потом почитаю не сейчас так открыть обычные открыть обычно потом типа 3 сам открываешь о панду дали панду это это саня бриганов панда все да ладно это я это потом почитаю потом покажу так ну давай еще чтобы у нас фон какой-то был снова это как раз ты в магазине можно еще посмотреть то есть тут можно покупать не только колоды карт то есть вот ну посмотри видишь слева там акции карты карта бустера по 12 карт тебе дается в этом одном бустере обязательно одна будет редкой обязательно есть еще за поменьше три карточки там такая за тысячу серебра скажем из за 5000 из за тысячу то что за тысячу там будет три случайных карты и одна будет просто необычная бессмысленно покупать если честно ну да потом если ты клацнешь дальше вниз по магазину колоды колоды это сразу тебе целую колоду дают иногда колода покупает не ради самих колод а ради того что там есть нужная тебе карточкой вместо того чтобы пытаться обменяться либо там верить на то что следующий бустер обязательно тебе будет следующем быстрее нужная тебе карточка ты просто покупаешь колоды и не паришься хоть с небольшой наценкой но вроде бы удобно я лично покупал колоды достаточно часто тупо из-за того что там было две-три карточки которые мне нужны из 40 дальше аватарного аватарки это аватарки ну да я ребятам показывал да дальше вот интересно рубашки карт это не влияет на игровой процесс но достаточно интересно прикольно были бы отличиться наподобие какого чего-то как в доте то есть вещи которые не влияют на игровой процесс поле боя тоже вот сейчас даже распродажа какая-то поле боя очень интересно и тут иногда так прям круто преображают стол противника то есть вот это то что сейчас распродажа это слева и справа будут две таких огромных гидры головы смотреть мы предзаказы пусто потому что сейчас никакого нового сета не выходит понятно так то еще можно сказать нет по меню то я в общем-то рассказывала скажу что там тренировка академия академия тоже там эти задания выполняешь в академии но компания понятном кстати очень прям сложные но очень обучающие хорошо запоминающиеся задания советую пройти должен вот собрана это собрана вот у меня уже открылась то вот колода вот но я говорю что и я-то на не поиграю своей потому что у меня еще как и еще вот закрытая четвертого уровня там будет дрифт да по-моему написано драфт драфт то есть наподобие арены в хардсоне то есть дают только если харсон тебя просто дают 40 карточек это выбираешь себе героя то тут ты сначала выбираешь себе трех командиров но после этого тебе дают 40 карт на выбор там каждый раз из четырех выбираешь и потом играешь самое интересное в отличие от корсона сколько у христова не максимум в драфте варенье можно победить 12 побед вот тут бесконечно но если ты набиваешь за каждую это чем извлек а когда ты начинаешь игру твоя колода который ты собрал стоит 30 тысяч перебра можно из над купить но если говорить о вот валюте которую можно самому получить за каждую победу избивается одна тысяча то есть общей сложности если если ты победишь свои колоды 30 раз ты получаешь не только награду за то что ты победил но параллельно ты еще и получаешь всю колоду как раз который ты играл прикольно это достаточно сложно потому что к миру я лично набивал максимум 10 побед или 11 понятно а бля порога шли сколько можно при она тоже вот 12 сейчас сам вижу а самая сейчас топовая это набил какой-то человек по никнеймам xe нот а у него 43 победы получается он понятен а забрал себе а ты-то там видишь да но я-то не вижу еще не открыто понятно а что еще можно сказать ну или кстати по поводу ранки до ранг рейтинговых игр в рейтинговых играх проходит всегда игра best of 3 то есть три ну по-русски лучше из трех еще добавили такого рейтинговых играх такое понятие как сайт борт и не помню как-то по-русски ну короче предположим мы с тобой сейчас играем рейтинг и ты выиграл у меня первую игру и ты использовал крутой артефакт и такой думаю блин что мне делать с этим артефактом если ничего с ним не сделаю то я проиграю и у меня есть сайт борт из 15 карт во время игры их использовать не могу но в промежутках между этими играми то есть между первым вторым вторым и третьим я могу убрать какие-то карточки у себе из колоды и добавить прикольно тоже был какой-то баланс в плане рейтинге ты узнал там чем я говорю но я в тот же момент могу тоже а или я не могу тоже может и тоже может что-нибудь добавить убрать я понял ты такое поменял что-то там и ну и как бы не думал что я что-то тоже поменяю там я поменял его зайти тоже как-то не так получилось ну понятно а почему вот я очень смотрю где вот значит как она собранная но по-русски тут написано написано ваш рейтинг 0 рекорд 0 потом написано ранг 1 вот хорона статы и у тебя рейтинг тоже 0 а я не играл рейтинг от него не знаю не люблю рейтинг и нравится поняли еще до того как было бы 100 в 3 конечно поигрывал а тут написано дожди тут написано обычная игра играйте с другими соперниками а с вашей колодой по вашему выбору и у меня еще пока закрыто с десятого дня рейтинговый а если ты нажмешь обычный там тоже есть интересных интересных четыре режима то есть некоторые из них очень даже интересный а у меня почему-то тут два вроде без ограничений и объединение объединение в чем прикол объединения у меня тут два режима все еще потом добавится его 4 есть без ограничений то есть ты можешь крыть какими угодно карточками какими влезет сколько влезет есть основные карты это карты которые сейчас по лору как бы просто тут есть лор это типа по сюжету просто есть карточки бусы которые вообще не относятся к миру infinity wars вообще то есть если ты поэтому ты не знал есть карточки из стартрека а нет я кознал я как раз еще я не знаю ты знаешь очень вообще люблю стартрек и так далее там вот я такой я скачу думаю ну пойгать не да они там так и все тут есть карточки их в них не ну ими нельзя играть в рейтинге потому что в они не относятся к миру основных картах можно играть без проблем а их так вот где-то взять эти как же бустеры тоже бустеры а там прямо написано что это поставка магазин карты и суша где он был стартрек может на английском еще не добавили интересно должно на русском на русском антости пока еще нет я думаю это связано с русским сервером вот потом добавят тебе еще режим объединения он у тебя уже не за вот очень интересно тебе советую многим новичкам очень будет очень понравится в чем прикол объединения ты начинаешь собираешь колоду начинаешь играть и во время игры тебе предлагают перемешать не даже не предлагают в общем перемешивают твою колоду с противником то есть вас абсолютно идентичные колоды получаются такой кишмиш ну смысле газный но просто ну как бы смотри если я буду играть с тобой то мои карточки подмешаются тебе а твои карточки помешаются мне ну да ну и через иногда есть такие стратегии многие играют в этот режим набирая самый полный бред ненужные карты которыми никто не играет а у оба набрали бред бред этот перемешался в еще больше бред и в общем так как так вот но там нужно будет сам начали выбрать себе трех командиров командиры я так понимаю это вот в зону поддержки до ложится не слева и есть сразу три стартовые карты войне поддержки это как он там называется командная зона ну да 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 нет а туда вот когда начинают играю компанию у меня тут туда то есть я же не убираю что туда попадает она случайно попадает до того же колоды собранные постов компании а туда попадают вот как там полет картика командир нет потому что туда у меня почему-то попадают как бы обычные какие-то карты там нет такого понятия как командир в общей сложности командная зона это от того какие карточки у тебя в командной зоне будет зависеть то какую колоду ты можешь собрать там не смотрится уникальный этот персонаж или нет умеет что-то или нет а наоборот смотрится какой инфракции то есть если у тебя от вы лучше сейчас проверим давай зайди в карты у себя справа и класс не вообще на любую карточку у себя из за коллекции и ну вот и карточки слева наверху будет нарисован значок на чисто частота на этой карты это как требует колоды двойной чистоты фракции тропа войны допустим вот это значит то что тебе нужно сделать так чтобы тебя в командной зоне был находилась два героя две карточки из этого войны то есть ты можешь не тупо играть только животными либо только не знаю огненным рассветом а перемешивать их а если мы допустим там не будет то есть она эту как-то не смогу разыграть или как не сможешь вообще играть этой колоды она она мне смысле это под создание как-то скажет да или как ну допустим я не учел этот момент да эту карточку взял в колоду написал типа создать колоду она создастся она будет посвечена красный теперь скажу то что нет не следуйте парень эту карточку в колоду втыкать а понятно но это вот интересно то есть такая вот меха скажем ограничение если у тебя много карт ты хочешь взять ну там скажем с чистотой вот какой-то до большой то ты уже ну понятно но это интересно и обычно чем выше чистота тем более крутые карточки этой самой фракции ну да ну потому что ты должен и тупо на эту фракцию ты должен тогда занять все там оси и всего три там но я понятна понятно да и получается то что в команд зоне могут находиться вообще любые карточки кроме магии конечно он больше а у меня написано то тут надо карточки но я просто первый взял такой замочек внизу и написано что это карта привязана к вам ее нельзя передать другим игрокам это редкая карта то есть я указывает на то что ты не можешь обмениваться редкость это просто редкая карта тут есть обычная необычная редкая epic и легендарная легендарная карта замочек это просто показать того что ты не можешь меняться и она далась тебе за уровень либо за прохождению компании понятно что все замочком она просто не давались до единственной карточки которые ты можешь менять это те которые ты обменял либо те которые ты купил в бустерах опять же в магазине а поди мне вот эта панда по моему бустер и попалась но мне этот бустер дали за покупать а понял то есть если ты получил level the level тоже нельзя обменивать согласись тут слишком много игроков в рецепт каждому за лево буду давать по 15 карточек лево лапается достаточно быстро я думаю ты сам заметил но это я так понял это для ну не знаю для баланса что ли да 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 чтобы куча карточек не было и опять же то есть пытается приблизить к более менее нормальным настоящим карточным играм то есть ты купил карточку она у тебя есть брать в реальном мире ну да а в реальности сжат я как бы но левела такого нету и поэтому понятно еще один интересный режим мы остановились режимах есть называется бедняк вроде бы обидно звучит но там можно играть только обычными и необычными карточками только вроде они хотят я не помню редкие можно у меня что нет пока вот этого режима только обычные необычные ну я не знаю может у тебя после кого-то уровня откроется за это что после пятого можно обмениваться ну понятно ну вот такая у нас сегодня серия информационная больше получилось да вот и ну мы сейчас посмотрим в принципе так все основное хронос рассказал что вот такие базовые какие-то вещи мы посмотрели как и единственное что ну что что может мы потом еще поснимаем когда уже у меня будет к это колодой что-то что-то и да еще будет наверное но будет я так думаю ну в каком смысле что как чтобы смотреть чью-то игру там или что-то подсказывать до режим там не знаю тренера или наблюдателя чтобы допустим я с кем-то начал играть когда у меня уже будет колода допустим хронос там что-то мне подсказывал далеком будущем а это вдали то есть это неизвестно это просто как бы разработчики не очень долго все пилит очень потому что они сами вообще с кикстартера эту игру это игра с кикстартера то есть это не blizzard которых куча денег в подвале ну потом еще как-то подумаем как мы в принципе можем сделать как примеру я допустим начать а я тебе просто допустим показал не знаю там через skype что ли там свой экран трансляцию да все что угодно да мы как не подумаем но мне надо еще собрать колоду и так далее опять же соберем тебе колоду а ну да поможет мне собрать хронос колоду потому что и выиграть тоже нить в игру но я ее может не так могу собрать так что вот да если собрать колоду не удастся можно и недельными колодами играть ну да в принципе но я все-таки хотел пройти компанию мы посмотрим по времени как то если я грубо говоря эту компанию несколько месяцев будут ходить то конечно какие-то видео будет выходить но где я там играю вот она этими не стандартными колодами а которых даются да не своей несколько месяцев ты загнул не постараюсь конечно как-то это побыстрее все пройти принципе у меня там компания вот приходится с первого газа да вот эти все но было там со второго раза что там прошел какую-то сам поэтому не скажу там сильно уж сильно сильно как сложно по крайней мере пока что так вот ну что всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите обязательно комментарии как вообще тоже вам игра какие-то вопросы можете задавать если что-то какие-то вопросы вы мне зададите я не знаю ответ я не знаю хроносу перенаправлю там скажу ответ ответ там на вопрос вот еще раз всем спасибо спасибо хронос что рассказал моменты по игре вот как бы здесь мы еще дальше что-нибудь иногда будем снимать посмотрим как это все будет да всем спасибо всем пока